Беседа о том, что говорил к народу с угодливостью кто, опасна как для тех, кто говорит, так и для тех, кто их слушает, и что речь против собственных прегрешений полезна и является величайшей справедливостью. Достаточно, я думаю, мы недавно нападали на вас и причинили вам очень глубокую рану. Следовательно, сегодня необходимо предложить врачевание и доставить более приятные лекарства. Это наилучший способ врачевания, не только резать, но и перевязывать раны. Это достойное удивление законно-вставление не только порицать, но и вещевать и утешать. Так повелел и Павел, обличай, запрещай, увещевай. Если кто всегда утешает, то этим делает слушателей более беспечными. Если только порицает, то делает их более ожесточенными, потому что не имея возможности перенести бремени прерывных обличений, они тотчас поспешно убегают. Поэтому должно, чтобы был какой-нибудь разнообразный способ наставления. Итак, по елику в предшествующий день речь очень сильно огорчила ум каждого. Сегодня нам необходимо более ласковое наставление, и на огорчение, происшедшее от обличения, необходимо накапать, как бы елей, ласковость слов. Сначала напомним нам о самых обличениях. Недавно мы прочитали вам постановление Павла относительно общения в таинствах, предназначенное для всех посвященных в таинство. Закон же был таков, ведь ничто не препятствует, и теперь снова прочитать его. Да испытывает каждый себя, и таким образом ест от хлеба сего и пьет от тяши сей. 1 Коринфянам 11.28 «Посвященные в таинство знают, что говорим, и какой это хлеб, и какая тяша. Идущие, говорят и пьющие, недостойно Господа, повинен будет против тела и крови Господней». Мы прочитали вам этот закон и изъяснили смысл изречения. Мы сказали, что значит «будет виновен против тела и крови Господней», что он понесет то же наказание, какое потерпят растявшие Христа. Как те, говорит, убийцы, сделались повинными в крови, так и эти недостойно причащающие таинство. Это именно и значит, виной он будет против тела и крови Господней. Казалось, что сказанное страдает большим преувеличением, и угроза эта нестерпима. Мы присоединили и размышления с помощью примера, имеющего быть большое соответствие. Подобно тому, говорил я, как если кто разрывает царскую багреницу и пятнает грязью, то он почти что оскорбляет царя, облеченного в нее. Так, конечно, и здесь. И те, которые убили тело Господне, и те, которые принимают его с нечистой мыслью, равно оскорбляют царское деяние. Иудеи разорвали его на кресте, а оскверняет тот, кто принимает его с нечистой душою. Так что, хотя и различные грехи, но одинаковое оскорбление. Это многих потревожило, это многих смутило, уязвило совесть слушателей. Лучше же сказать не только слушателей, но прежде чем вас и меня, говорящего. Общее наставление, общие раны, потом прилагая и общее врачества. Это было дело Божие человека любит, чтобы и говорящие, и слушающие подлежали одним и тем же законам, были причастны одному и тому же естеству, чтобы каждый был одинаково ответственен в том, что приступает закон. Для чего? Для того, чтобы он предлагал упрек в соразмерной степени, чтобы сделался снисходительным к согрешающим, чтобы, вспоминая о своей собственной немощи, не причинял несносного обличения. Поэтому Бог не свел с небес ангелов и не приставил их учителями к человеческому естеству, чтобы по причине превосходства своей природы, по причине неедения человеческой немощи, они не делали упреков против нас очень беспощадно. Но он дал смертных людей учителями и священниками, людей, обличенных немощью, чтобы одно и то же виновность в том же самом и говорящего и слушающих сделалась уздой для языка говорящего человека, не позволяющий делать обвинения свыше меры. И что это истина, сам Павел, положивший этот закон, разъяснил нам и причину, сказавши так, «Всякий первосвященник, поставляемый от человеков, за человеков сначала приносит жертву, чтобы мог невежествующим и заблуждающим сострадать». По какому случаю? Почему? Потому что и тот немощью обложен. Видишь, что немощь делается основанием к состраданию, и сродство естества не позволяет упрекающему когда-либо впасть в безмерность, хотя бы он был одержим и большим соревнованием. Но зачем я сказал это? Чтобы вы не говорили, «Ты, будучи чист от грехов, будучи свободен от скорби, происходящей по причине упрека, с великой силой наносишь нам очень глубокую рану. Я прежде чувствую боль, так как и сам я подвержен прегрешениям. Все мы под епетимиями». Терахов 8.6 «И никто не скажет, что чисто сердце имею». Итак, я сделал все обличения, потому что любомудрство в области чужитых мне бедствий, и не следствие какого-либо бесчеловечия, но движим на великую заботливость. При врачевании тел тот, кто наносит удар, не получает никакого ощущения удара, а тот, кого режут, один только он разрывается от боли. Но при врачевании душ бывает не так. Если только я сколько-нибудь не ошибаюсь, а дела в прочих людей, судя по моим собственным, но говорящий сам прежде мучится от боли, всякий раз попрекает других. Мы не так скорбим обличаемый со стороны других, как обличают других за грехи, в которых мы виновны, потому что тотчас совесть начинает порицать говорящего, и то обстоятельство, что обличенный достоинством учительства впадает в один и тот же, те же с учениками прегрешения, имеет нужду в тех же самых обличениях, причиняет говорящему боли горькую печаль. 701 И не без причины оплакиваю теперь это я. Но так как многие, не вынесши тяжести сказанного, по возвращении назад выражали недовольство, негодовали, говоря, «Ты отводишь нас от священной трапезы и прогоняешь от приобщения», то по этой причине я и был вынужден сказать, чтобы вы поняли, что я не отвожу, но скорее собираю вместе, не прогоняю и не удаляю, но путем обличений боли привлекаю к себе. «Страх предвозвещенным наказанием, падая на совесть грешников так, как огонь на воск, уничтожает и расплавляет наши прегрешения, постоянно будучи в действии, а делая ум чистым и блистающим, влагает в нас больше дерзновения, а дерзновение же и вследствие веселого настроения, дух может сделаться более склонным к непрерывному общению в неизреченных и страшных таинствах». И подобно тому, как дающие горькие лекарства людям, лишенным аппетита, и очищающие дурные соки, пробуждают в них потерянный аппетит и производят то, что они с большей готовностью касаются обычной пищи. Точно так и говорящие горькие слова, очищающие им ум от дурных помыслов и устраняющие тяжелое бремя при грешении, дают совести возможность перевести дыхание и производят то, что она с большим удовольствием вкушает Господне тело. Поэтому не негодовать должно за то, что сказано, а прославлять и хвалить. Если же некоторые очень немощные не переносят этой нашей защиты, то я мог бы сказать им, что изъясняю вам не свои собственные законы, а читая письмена, шедшие с небес. И необходимо, чтобы когда мне верено это служение, я или сказал все с дерзновением, что содержится в них, всюду ища пользу для слушателей, а не удовольствие, или что, боясь ненависти слушателей путем этой неблаговременной угодливости, пожертвовал и своим, и их спасением. А что и для говорящего, и для слушателей весьма опасно умалчивать о чем-либо из божественных законов, и что учителя судятся как виновники в убийствах, когда они изъясняют всех законов Божьих без страха. И я опять представлю вам свидетелей Павла. Прибегая же во всех делах непрерывно к этой святой душе по той причине, что из речения Павла суть некоторые полезные и божественные законы, так как не Павел говорит, но Христос, движущий его душу. Через него говорит все, что тот сказал. Итак, что говорит Павел? Призвав жителей Ефеса и сказав им последнюю речь, так как уже намерен был удалиться от них, у чайно-учайников их тому, что как проливающая кровь учеников, так и не говорящая им полезного, подлежат взысканиям и наказаниям. Так почти, говорит, чист я от крови всех. Почему? Потому что не упустил сказать вам всю волю Божию. Яния 20.26. Если бы он боялся возвестись, то не был бы чист от крови, но был бы судим, как человека-убийца. И вполне естественно, потому что человека-убийца умерщвляет одно только тело. А говорящий, льстивый и делающий слушателей более беспечными, губит душу. Тот предает нынешней смерти, а этот губит душу и отсылает на бессмертные мучения и наказания. Итак, разве один только Павел говорит это? Никоим образом, но и прежде Павла, Бог, в свою очередь, устами пророка загадочно предвещает то же самое, как говоря, «Стражу отдал я дому Израилеву». Что значит «Стража»? Стража называется тот, кто в то время как войска находятся внизу, занимает высокую и холмистую местность и оттуда наблюдает за нападающими неприятелями и находящимся внизу объявляет о нападении и возбуждает приготовление на сражение, так, чтобы не напали на них неохраняемых и не умертвили их с большой легкостью. Итак, по елику многих ужасов и числа угрожающих нам мы не видим, проводя жизнь на земле, то благодать Божия устроила, чтобы стоящие как бы на высоком месте пророчества, святые пророки, заранее предуказывали, что нам угрожает грядущий гнев Божий, чтобы мы, придя в себя через покаяние и исправив нашу падшую душу, задолго раньше отвели от себя Богом посланный удар. Поэтому он говорит, «Стража дал тебя дому Израилю, чтобы ты предвозвестил, что угрожает грядущее несчастье, подобно тому, как тот возвещает о наступлении врагов. И немалое наказание он налагает на непредваряющего о Божьем гневе». Какое именно? «Души погибающих, говорит он, от руки твоей взыщу» из Игиля 3.20. Кто же в такой степени жесток и бесчеловечен и нечувствительен, чтобы стал обвинять говорящего и непрестанно беседующего о Божьем гневе, имеющего подвергнувся столь великому наказанию, если бы он промолчал? И так, что не полезно нам говорящим умалчивать об этом, достаточно научили нас и пророк, и апостол. А что и вам, слушающим, не полезно это, будет ясно из следующего. Если бы я умолчал, скрывал молчанием грехи, то по праву стал бы негодовать каждый, справедливо стал бы. Сердите, если бы я и не молчал. Если же сколько бы не молчали бы теперь мы, во всяком случае, там грехи по необходимости обнаружатся, то какая польза могла бы быть от молчания? Польза никакой, а вред крайний. Всякий раз, как я скажу теперь, веду к покаянии и сокрушению душевному, если же буду молчать, то здесь и не вспомним о тех грехах, какие допущены нами, и не раскаемся. Там же увидим их перед глазами своими обнаженными и открытыми, и будем плакать без пользы и тщетно. 703. Итак, если во всяком случае необходимо, чтобы или там, или здесь мы сокрушались от своих прегрешений, то лучше здесь, а не там. Откуда это ясно? Из пророческих слов, из евангельских. Пророк говорит, в Аде кто прославит прославит тебя. Не потому, что не исповедуемся, но потому, что делаем это напрасно. Христ тоже научил этому самому через притчу. Был некий бедняк, Лазарь, говорит он, всюду был он покрыт струпьями, не имея незачимой болезни. Нек даже другой человек, богач, не уделял бедняку даже крошек. Впрочем, зачем нужно излакать всю притчу? Вы знаете всю эту историю о бесчеловечии богача, как он не уделял бедняку, трапезе, о бедности последнего и голоде, с которым он непрерывно боролся. Но так, в здешней жизни, а после того, как каждый умер, богач, видит того бедняка на лоне Аврамовым. И что говорит отец Авраме? Пошли его, Лазаре, чтобы мочил конец перстации в воде и прохладил язык мой, чтобы отдохнуть от боли. Видел ты воздаяние, он не уделял крошек, не получая зато и капли воды. В меру, которую мерите, говорится, отмерится и вам. Что же Аврам? Чадо, вспомни, что ты воспринял доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне этот здесь и тишается, а ты же страдаешь. Но что и следуется, хотя люди сокрушаются из-за грехов и переменяются и благодаря гиене делаются лучшими, однако это нисколько не приносит им пользы в отношении к облегчению мух пламени. так как отче пошли в дом мой, говорит тот, чтобы он возвестил моим сродникам, чтобы они не пришли в это место мучения, сам не получив благодеяния, пытается доставить после спасения другим. Ты видел, как он до этого времени был бесчеловечен, как после этого стал человеколюбив? Пока был жив, он проходил мимо лежавшего перед его глазами Лазаря. Теперь же заботится и о отсутствующих родственниках. Тогда, находясь среди изобилия, не склонялся к милосердному созерцанию бедняка. Теперь же, будучи среди мучений и отротивных пыток, заботится и о своих родственниках и просит, чтобы был послан имеющий возвестить им об этом. Видишь, как человеколюбив, стал он и кроток, и сострадателен. Что же, извлек ли он для себя какую-нибудь пользу и спокаяния? Получилась ли какая-либо для него выгода из сокрушения? Никоим образом. Так как это покаяние неблаговременно, зрелище окончилось, бои прекратились, уже не осталось удобного времени для состязания. Поэтому вещеваю и прошу и умоляю, здесь должно горевать и плакать из-за грехов. Пусть здесь опечаливают нас слова, и пусть там не устрашают дела. Пусть здесь уязвляет нас слово, и пусть не уязвляет нас там ядовитый червь. Пусть здесь жжет нас порицание, и пусть не жжет там гиенна огненная. И последовательно, чтобы печалящиеся здесь были утешены там, совершенно необходимо, чтобы здесь роскошествующие и смеющиеся, беспечально относящиеся к своим прегрешениям, опечалились там, и скорбели, и скрешитали зубами. Не мое это слово на самого того, кто тогда будет судить нас. Блаженны, плачущие, ибо они утешатся. Горе вам, смирющимся ныне, ибо восплачете. Итак, что лучше, променять продолжающееся лишь определенное время сокрушения и испытывания на вечное благо и на наслаждение, не имеющее конца, или, проведя здесь веселье, эту краску и приходящую жизнь, отойти из нее с тем, чтобы там подвергнуться вечным наказаниям. Это продолжение беседы о том, что опасно говорить с угодливостью. Быть может, ты стыдишься и краснеешь перед мыслью высказать прегрешение, но если бы даже надлежало говорить об этом и обнаруживать при людях, то и при таких условиях не должно было бы стыдиться, впадать в грех стыд, а не признаться в допущенном грехе. Теперь же и нет надобности исповедоваться в присутствии свидетелей. Предразмышлениями совести пусть происходит исследование содеянных грехов. Судилище пусть будет без свидетелей. Бог один только довидит тебя исповедующегося. Бог не порицающий греха, но разрешающий их из-за исповедания. Но даже и при таких условиях ты медлишь и отговариваешься. Зная я, что совесть не выносит воспоминания о собственных прегрешениях. Так что если только придем к воспоминаниям допущенных нами прегрешениях, то ум прыгает как бы какой неукротимый молодой и неопытный конь. Но удержи его, обуздай, погладь рукою, сделай его кротким, убеди, что если теперь он не исповедуется, то будет исповедоваться там, где большее наказание, где большее бесчестие. Здесь судилище без свидетелей, и ты согрешивший ведешь суд с собой самим. Там же все грехи будут приведены в средину зрелища вселенной. Если наперед не изгладим их здесь, ты стыдишься сознать о прегрешениях? Стыди сделать грехи. Мы же всякий раз, как делаем их, отважаемся безрастудно и бесстыдно. А когда нужно бывает сознать, а тогда стыдимся и медленно между тем, как должно было бы делать это с готовностью. Порицать за грехи не стыд, но справедливость и добродетель. Если бы не было справедливости и добродетели, то Бог не назначил бы за это награды. А что исповедание имеет награду, послушай, что говорит Писание. Выскажи беззаконие твои прежде, да правдишься. Исайя 43.26 Кто стыдится дела, благодаря которому становится праведным? Кто стыдится исповедать прегрешения, чтобы уничтожить последнее? Уже ли Господь для того повелевает сознаться, чтобы наказать? Не для того, чтобы наказать, но чтобы даровать прощение? 705. Во внешних судилищах за сознанием следует наказание. Посему и Псалом предусматривает то самое, чтобы кто-либо боять наказания после исповедания. Не стал отрицать своих грехов, говорит, исповедайтесь Господь, ибо благ, ибо вовек милость его. Если ты не сознаешься. Итак, какого ты достигаешь успеха через то, что не исповедуешься? Уже ли ты можешь остаться скрытым? Хотя бы ты не сказал, он знает, если же ты скажешь, он забывает, потому что вот я Бог, заглаждающий беззаконие твои, не воспомяну. Исайя 43.25. Видишь ли, я не вспомянул, говорит, так как это свойственно человеколюбие? Ты же вспомни, что получил случай к исправлению. Услывав это, Павел сам непременно вспоминал о тех грехах, о которых Бог не помнил. Вспоминал, так именно говоря, я не достоин называть себя послом, потому что гнал церковь, и Христос пришел в мир грешников спасти, из которых первый я не сказал, был, но есть им возымело место на неопрощенных грехах не помрачалось у Павла, что Господь избавил, то он сам обнаруживал. Вы слышали пророка говорящего, и не вспомину, ты же помни, Бог называет его сосудом избрания, Деяние 9.15, а он называет себя первым из грешников. Если же он не забывал о прощенных при грешениях, то поразмысли, как он помнил о Божьих благодеяниях, не столь славными делает нас память о добрых поступках, как воспоминания о грехах. Лучше же сказать, воспоминания о добрых поступках не только не делает славными, но даже исполняет стыда и осуждения. Память же о грехах преисполняет нас дерзновением и великой праведностью. Кто говорит это? Парисей и мытарь. Один объявив прегрешение, возвратился оправданным, другой же объявив добрые поступки, возвратился став ниже мытаря. Видишь, какой вред вспоминать о добрых поступках. Какая польза не предать забвению прегрешения? И весьма естественно, потому что кто помнит о добрых поступках, тот увлекается высокомерием, презирает остальных людей. Что именно и случилось с фарисеем, который не дошел бы до великого тщеславия, не сказал бы, я не такой, как прочие человеки. Если бы не помнил о своем посте десятине, память же о грехах укращает ум, убеждает быть смиренно мудрым, и через смиренно мудре привлекает Божие благоволение. Послушай, прошу, как и Христос повелевает нам предавать забвению свои добрые поступки. Когда сотворите все это, то говорите, мы рабы ничего не стоящие. Ты говори о себе, что непотребный раб, не я делаю тебя непотребным, если ты сознаешься, сознаешься своего ничтожности, я делаю тебя славным и увенчиваю. Видишь, сколькими доказательствами нам засвидетельствовано, что память о грехах доставляет пользу, и что память о добрых поступках приносит вред, и в свою очередь наоборот, что за забвение грехов навлекается наказание нам, а за забвение добрых поступков бывает замечающе добродетель помнить о грехах, послушай Иова, как он в других случаях гордился, так и при исповедании при грешении, так именно говорил, если я согрешил и невольные, да непотребство боялся бы народного множества из-за грехов моих, Иов 31-33, а что он говорит имеет такой смысл, никогда собрание с рабов не привело меня в стыд, какая польза того, что мне не знают люди, когда судья знает все, какой вред от того, что они знают о допущенных мной при грешениях, когда тот желает освободить от наказания, и хотя бы все осуждали, я нисколько не заботюсь о мнении их, если оправдывает судья, и хотя бы все восхвалили и изумились мне, опять для меня нет никакой пользы от их приговора, если тот меня осуждает, всюду должно смотреть на того, и делать в отношении в пригрешении то же к трате денег, тотчас после того, как встали с постели, прежде чем пойдем на рынок, или займемся каким-либо частным или общественным делом, призвав слугу, требуем отчета в истраченном, чтобы знать, что истрачено дурно, а что оно должное, и как много осталось, и если мы узнаем, что оставшегося немного, то всячески придумаем средства к доходам, чтобы не быть незаметно истребленным голодом. Итак, станем делать это и в отношении к нашим делам, призвав нашу совесть, дадим ей отчет в словах, делах, помышлениях, исследуем, что истрачено на должное и что к нашему вреду. Какое слово истрачено дурно, на поношение, на сквернословие, на оскорбление, какая мысль побудила глаз к распутству, какой помысл ко вреду нашему перешел в дело, осуществленное или с помощью рук, или языка, или самых глаз, и постараемся отстать от неуместной траты, а вместо того, чтобы однажды истрачено дурно, постараемся сберечь другие доходы. Вместо слов, произнесенных безрассудно, будем произносить молитвы, вместо взоров, ставших нецеломудренными, прибегнем к милостыням, постам, если мы намерены тратить неразумно, ничего не сберегая, не собирая себе добра, то, став крайней бедной незаметной стяжем в себе наказание вечным огнем. Итак, мы имеем обыкновение давать отчет в деньгах около рассвета, а в делах в том, что совершен нами после того, как настал день, во всем сказанном потребуем от себя отчетов после ужина и после наступления самого вечера, лежа на постели, когда никто не беспокоит, когда никто не тревожит, и если увидим, что в чем-либо согрешили, то накажем совесть, делаем выговор уму, уязвим рассудок так сильно, что более мы уже не дерзнули, став привести себя в той же самой бездне греха, помни о вечерней ране 507, что это время более удобно для такового требования отчетов, послушай, что говорит пророк. Размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших утишитесь, салон 4, 5, многое по наступлению дня делает не так, как желаем, и друзья раздражают, и слуги приводят неистоство, и жена огорчает, и дети опечаливают, и множество житейских общественных дел окружает нас, и не можем тогда понимать даже и того, каким образом обманываем себя, но освободившись от всего этого, и вечером, оставшись наедине с самими собой, и наслаждаясь большим спокойствием, устроим на ложе судилище, чтобы с помощью такого суда умилостивить Бога. Если же ежедневно будем грешить и ранить нашу душу, никогда не вникая в это, то подобно тому, как получающие непрерывные раны, а потом нерадеющие о них, приобретают себе лихорадки и навлекают невыносимую смерть, так точно и мы, вследствие этого непрерывного бесчувствия, навлекаем на себя неминуемые наказания. Я знаю, что сказанное тягостно, но оно приносит большую выгоду. У нас милостивый Господь, Он желает только найти предлог и тотчас обнаруживает всякое человеколюбие. Если бы, согрешая, оставаясь ненаказанными, мы не делались худшими, то Он и удалял бы от нас наказание. Но Он ясно знает, что безнаказанность согрешающих вредит им не меньше самых грехов, поэтому налагает наказание не за прошедшее взыску и вину, но исправляя будущее. И чтобы ты понял, что это истина, послушай, что Он говорит Моисею. Оставь мне и воспламенится гнев мой и истреблю их. Оставь меня, говорит Он, не потому, что Моисей удерживал его, так как тот ничего не сказал ему, но предстоял в молчании, а желая дать ему случай к мольбе за них, так как те допустили грех, достойный наказания и наказания неизбежного. И однако Он не хотел наказать их, а проявить к ним человеколюбие, но так как это делало их более беспечными, то Он устраивает одно и другое, так, чтобы наказание не было нанесено и чтобы те следствия безнаказанности не сделались более беспечными, поняв, что они избежали гнева Господня, не ввиду их собственного достоинства, а по предстательству Моисея. Это и мы часто делаем, и не желая не подвергать наказанию слуг, допустивших простудки, достойного наказания, не освобождать от страха перед ожидающим наказанием, просим друзей исхитить их из наших рук, так, чтобы страх в них оставался в полной силе, и чтобы они избежали с нашей стороны ударов. Тоже сделал и Бог, а что это истина, ясно из самых слов. Оставь меня, говорит, и воспламенись гневом, и мы, когда желаем наказать, а нам не позволяет этого, приходим в состояние гнева. Он же говорит, оставь меня, чтобы я не воспламенился гневом, чтобы ты понял, что гнев не страсть в Боге, но что называется этим именем назначенное нам наказание. Итак, когда услышишь, что Моисей говорит, прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которой ты писал, то прежде чем пред рабом, приди в изумление перед Господом по той причине, что он сам доставил ему случай к этому человеколюбие. Но не здесь только сделал он это, но то же самое говорит и к Еремии, и к Езекиилю. Обойдите и осмотрите на путях Иерусалима, если кто творящий суд и правду, милосерд буду к ним. Еремия 5.1 Ты увидел человеколюбие? Добродетелю одного пользуются многие, даже и порочные люди. Но из-за порочности множества, даже если среди многочисленных народа и один окажется поступающим добродетельно, последний не разделяет их участи. Напротив, один человек, правоживущий, будет в состоянии исхитить от гнева Божия целый народ, а целое государство, развращенное, не будет в состоянии привлечь к собственному наказанию и мучению погубить человека, справедливого живущего. Это ясно из истории Ноя, когда все действительно погибали, один только он был сохраняем. Ясно из жизни Моисея, один только он действительно оказался в состоянии явиться с ходатайством за такой народ. Я же могу представить и другое больше доказательства Божьей человеколюбия. Когда он не найдет живых людей, имеющих дерзновение и могущих явиться с ходатайством за согрешивших, то прибегает к умершим и говорит, что ради их отпускает грехи, как действительно и сказал языки. Защищу град сей ради меня и Давида, ради раба моего, уже умершего. 4 царство, 26. И так, зная, что Бог все движет и делает, чтобы освободить нас от наказания и мучения, будем доставлять ему многочисленные случаи к этому, исповедуясь, раскаиваясь, плача, молясь, прекращая гнев на ближних, улучшая бедность близких, бодрствуя в молитвах, обнаруживаясь смиренно мудрее, непрестанно помни о грехах. Недостаточно сказать, что я грешник, но должно вспомнить и о самых грехах, о каждом в отдельности. Подобно тому, как огонь, попавший в терновник, легко уничтожает его, так помышление, постоянно направленное на допущенные грехи, легко уничтожает их и потопляет. Бог же, оставляющий без внимания беззаконие, удаляющий неправды, да избавит нас от грехов и да удостоит небесного царства по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым Отцу слава со Святым Духом ныне и пресно и во веки веков. Аминь.